Михаил, приветствую тебя. Ну что, 26 августа на хардкор-боксинг у тебя достаточно важный поединок против Кимура Золотого. Как вообще настроение перед поединком? С какими ожиданиями подходишь к этому бою? Ничего, настроение отличное. Ожиданий, на самом деле, никаких нет. Выйдем, будем боксировать. Победит тот, кто сильнее. Я готов на все стойки, поэтому у меня не любит конькеры, поэтому будем играть. Ну вот ты сказал, что готов на все 100%, а как подготовка прошла? Можешь рассказать, там не было каких-то казусов, может быть? Не, ничего, все отлично. Пахали, работали, паринговали. Все прошло отлично. Сейчас гоняем вес и в бой. Можешь рассказать, кто спарринг-партнерами были, где тренировался в этот раз? В этот раз тренировался в клубе Александр Невский. Ну, спарринг-партнеров, там ребята были молодые. Ну, то есть, прям специально под Золотого подгонял именно спарринг-партнеров, там по габаритам? Ну, ребята, да, старался, да, выбирать под спарринг-партнеров, как подгабарит от Золотого. Тимур, он ни для кого не секрет, что это один из самых медийных бойцов России, да, в плане кулачки. Вот, если ты победишь, эта победа для тебя будет стоять особняком, может быть, в твоем резюме, или это обычный бой для тебя, ничем не примечательный? Я не ставлю, да, для себя никогда такого, потому что каждый бой, он каждый, каждый бой по-своему влажен. Не какой-то особенный бой, как бы, ну, он влажен, так же, как и все остальные бои. Нет, не важно, Борис. Я понимаю, да, а вот в плане медиа, например, то есть победа над Золотым может сильно тебя возвысить, например, как считаешь сам? Я не знаю, это уже, это главное задать вопрос, возвысить меня этот бой в плане медиа или нет. Меня это, ну, как бы, как это, волновать. Меня этот бой в плане того, что меня воспринимать станут немножко по-другому. Если я выиграю этот бой, вот единственное, в этом плане, может, как-то возвысить мою медиа. В плане мой уровень будет воспринимать уже, ну, так, как я считаю нужным. По сопернику хотел вот спросить, что можешь сказать по поводу Тимура, какие сильные качества его? Хороший футбол, прочный, скорость. Все равно ошибки в боксе. Торрен допускают, и будем его ловить на них. Букмекеров тебя не верят, да, там огромная разница в коэффициентах, считают тебя аутсайдером. И вот я много разговаривал с бойцами вообще по поводу этого, и некоторые считают, что если от тебя ждут меньшего, то, ну, грубо говоря, нет груза ответственности, и выступать как-то легче. Это большой плюс, на самом деле. Я люблю выходить андердогом. Очень люблю выходить андердогом и удивлять. Болельщиков, как ты считаешь, ждут сейчас? Болельщики, вернее, ждут от тебя большего, потому что все-таки, опять же, важный бой, если повторяться. Я думаю, да, потому что я здесь в хорошей форме, что я здесь спасал. Я здесь, может быть, два боя подряд. Вот хотел поговорить про другой твой. Возможно, я уже, я так понимаю, невозможно прийти против Джавида Рзаева. Ну, вот хотел вообще поговорить, с чего начался ваш конфликт, потому что и на конференции сейчас, да, вы с Джавидом зацепились. Вот тогда, я помню, на конференции к бою, там он говорил, что ты его нежданул после того, как он на тебя налетел, да. Вообще, с чего этот конфликт начался у вас? Ну, он пришел на харт-кор, начал на меня газовать. Наверное, думал, что нашел медийного, как бы, ну, слабачка, то бишь, медийный, но, как бы, ну, слабенький, как боец. И решил на меня, наверное, газовать именно из-за этого. И вот на этом наш конфликт начал строиться. Ну, вот вообще его поведение, как можешь оценить? Потому что он, например, бросал вызов даже Ивану Штыркову, да, там, который на несколько категорий выше, чем он. Как я могу оценить это поведение? Ну, это же глупое поведение, на самом деле, как бы, ну, вот как я могу оценить это поведение. Ну, это, в первую очередь, как я думаю, это хайп, в первую очередь, это хайп. Я думаю, он сам не верит, ну, в то, что говорит, понимаете, как бы, ну, вот поэтому. После боя с Золотым для тебя, вот, как ты видишь, будущее, где хотел бы продолжать, потому что ты дерешься везде, и в кулачки, и в... Я после Золотого хочу месяц отдохнуть, и тогда уже я буду думать об этом. Сейчас у меня пока Золотой, и я пока не заглядываю за спину своего соперника. А в кулачке есть какие-то планы, вот сейчас, если не секрет? Будем драться с Розаевым на кулачке, потому что он много наговорил, и ему нужно будет ответить за свои слова. Если, вне зависимости от того, как этот бой закончится, хотел бы провести с ним реванш, может быть, даже по другим правилам? По боксу, по боксу можно было попробовать, что он стоит и все. После кулачного боя с Розаевым есть какие-то титульные амбиции, может быть, то, что... Конечно, есть титульные амбиции, да. Потому что он пятый или четвертый номер рейтинга. То есть, если ты его победишь, то ты можешь претендовать? Я ставлю свое место, да, и уже могу заявлять о претендентских амбициях. Вот на этом турнире будет множество, в принципе, интересных поединков, да, и в главном бою вечера это... Тимур Никулин против Лендруша, Олега Акапиана. Для тебя в этом поединке видится фаворит? Ну, я вижу фаворитом Лендруша, потому что его Кыргыз многому научил. Сохранять, что не нужно одолевать, чтобы того одолевали эмоции, потому что в том бою он, как его, поддался найти эмоции. Ему говорили все, что он его сожрет, что он его выйдет инакуутировать, не почувствует. И, возможно, он в это поверил, и вот. Вот, но сейчас, я думаю, он парень с головой, поэтому очень опыта много перенял из этого, и сейчас такого не будет. Но вот если в процентном соотношении Самат вот выделил фаворита 60 на 40 Лендруша, некоторые вообще не дают шансов Никулину. Вот ты как, явным прям фаворитом выделяешь Лека? Ну, я 70 на 30, вот так. А вот что можешь сказать по поводу того, что некоторые думают, там, если бой зайдет, грубо говоря, за третий раунд, то тут уже шансов у Никулина больше? Ну, я же говорю, что если, ну, эмоции не будет использовать Лека, и будет работать, расходовать силы грамотно, не будет лететь и пытаться накуутировать. Я думаю, нет, 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 я думаю, здесь ничего не будет, потому что, я думаю, Лека набрал физухи, потому что последние бои вот у него были, он прям хорошо дышал, хорошо двигался, поэтому я здесь вижу его фаворитом явным, на самом деле. А вот что касается боя, например, Мартина Срора-Вожака, здесь тоже достаточно интересный паркор. Это очень сложно мне тут вообще судить, потому что Мартин спускается в 64, это Срора весовая, как бы, ну, его, в той, которую он себя чувствует, да, как бы, отлично. Сложно рассчитать, это очень сложно, это очень сложно поединок, на самом деле, как его, кто выиграет из них. Не знаю, вот здесь я не знаю, кто выиграет, не знаю, говорить нечем. То есть, прям 50 на 50? Прям, да, 50 на 50. А весогонка вообще, вот, как ты считаешь, сильно скажется на Мартине, потому что, как ты уже сказал, не его категория. Ну, смотря, как он восстановится после нее. Смотря, как она пройдет, и как он после нее восстановится. Вот бой Ринка покажет, как весогонка прославлена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!